всем доброе утро я знаете чем занимаюсь на работе вот такой вот стоит шкаф который мне совершенно я поняла что мне совершенно не нужен там какие-то вещи лежали вот непонятные я сейчас его освободила я хочу его отвезти домой на крышу дома своего и что-то там хранить потому что здесь хранилось вот одеяло я здесь раньше зависала знаете с утра до вечера о чем не дверь открыта выносила мусор и дверь осталась открыта вот я когда открыла парикмахерскую лет 7 назад или даже 8 уже не помню я работала как говорится полный рабочий день с утра до ну и до 8 вечера и чтобы не ездить домой не тратить время на обед я оставалась здесь у меня вот это кстати извините ой блин у меня вот эта сапа она раскладывается прям вот как делается как кровать вот и я тут балдела одеяло клала подушки и в общем часа два два с половиной балдела но потом знаете да хватит хватит целоваться ну чай ясто люди просто да чай ясто офигевали им по барабану было и они приходили в рабочие то есть не вред а в обед могли постучаться ой ты я знаю что ты тут а мне скучно дома пойду говорит это к тебе и в общем я эти затею забросила и домой стала ездить потом люди здесь такой район у нас здесь живут туристы не туристы а иностранцы у которых полгода живут там у себя на родине полгода живут здесь и пожилые люди пожилые люди имеют свойство вымирать вот и как бы вечером они никуда не уходят не выходят и отпала надобность ходить вечером на работу я за только с утра вот выхожу работаю и все им все устраивает потому что они знаете приходит прям к открытию вот чем раньше тем лучше чтобы до 12 все управиться идти готовить кушать ну вот и теперь еще там краску хранила когда красила здесь зачем-то я ее уже выпросила наверное года два назад потому что зачем хранить и сейчас такое думаю что я не этот я он вообще не весит ничего думаю отвезу я этот ящик домой но я сейчас мужу позвонила он говорит пока не могу когда смогу тогда приеду его заберу так что там совершенно не нужен стоит а вот дома он как раз наверху там у нас хранить всякую всякую всячину очень даже и пригодится только надо что-нибудь него положить иначе улетит это он так как это здоровается вот оттуда у нас такие ураганы бывают зимой что вы помните у меня и тазик летал и шкаф может улететь запрос но вообще ничего не весит я кстати это шкаф был двух частей один поменьше он у меня уже дома там я храню свои гаджеты и вот этот вот тоже решила отвезти ладно буду дальше лежу мне волосы везде убираться приехала наша покупка к сожалению сейчас покупки оставляют вот так в подъезде но ничего сами занесем разобрались с нашей покупкой сейчас я вам все покажу расскажу что почему так а вот сейчас гублин хлеб сгорел я себе разогреваю суп который пахнет просто умиротворительно 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 или как там в общем умереть можно не встать от одного запаха только представляете какой на вкус будет наверное черного хлебушка с горчичкой сейчас как наверно будет мне шикардос это прям знаете вкус детства пахнет и вкус такой же примут как у нас в садике давали суп один в один как так такие вот у меня воспоминания всем приятного аппетита в общем друзья где-то неделю назад я вот все я искала кровать мужу там да матрас ему в какой-нибудь удобные все дела а он знаете что мне заявил не хочу я кровать меня она устраивает все меня устраивает я хочу массажное кресло он об этом кресле уже говорил очень давно прям давно придавно ну я что-то залезла в интернет начала как там ковыряться копаться и нашла одно кресло массажное ну не одно там их до хрена и больше устроила и цена и как говорится время доставки все устроила и значит заказала себе ну не себе а мужу так как я всегда валяюсь вот там на софе а он на кресле купила ему массажное кресло вот так вот в общем доставке было написано что его доставят один три дня из гранаты тут ехать час езды три дня ждем нету четыре дня ждем нету в общем в понедельник вчера была уже целая неделя нету я такая вчера им звоню и говорю что за фигня говорю где мое кресло ну давай дамы и дамы и Вен, вен, вен И juguете? Не та, не та juguете? Тра Вен, а? Тра juguете? Конечно, сегрушки надо Вен, а? Charlie, тре juguете? Не хочет? Вен, 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 вен В общем, она говорит Женщина там взяла трубку Говорит там что-то непонятно Че? Сейчас я позвоню в транспортную компанию Они должны, они уже написано Что они выехали с ним Ля-ля-ля, тополя, в общем, все Тишина опять Муж мне уже тут начал, знаете Вот, это интернет, а вдруг тебя обманули А я в отзывы зашла Я же не дурак, я же не буду С бухты-барахты покупать там какое-то кресло Непонятно у кого, правильно? А у них там страницы и в инстаграм И в фейсбуке И везде кругом В общем, отзывы читаю Везде все хорошо Везде все замечательно Думаю, не должны обмануть Вот, в общем, сегодня утром Опять звоню с работы Говорю, не поняла Говорю, где мое кресло Она такая Ой, сейчас разберусь Сейчас позвоню в транспортную компанию Они пишут, что они выслали уже кресло Вот Все, все В общем, заканчиваю я рабочий день И как раз они мне звонят Представляете Я сажусь в машину Мне звонят там Я дала имя мужа Ты тот-то, тот-то, тот-то Мы тут кресло вам привезли Я говорю, сейчас 10 минут Я как истинные испанцы Потому что они всегда врут Представляете Они в том плане Что мне ехать минут 20 А я говорю, уже подъезжаю 10 минут и я приеду А вот, кстати, испанцы Если вам говорят Через 10 минут буду Это где-то через полчаса Они подъедут Это вам так к светлению даю Ну, я быстрее на машину Сажусь в машину Еду Как всегда Впереди едет мусоропровод Это мусорщик Потом всех пешеходов собрала Какой-то дедулечка ехал впереди В общем, быстро приехать не удалось Они мне уже в пути Ну, вы где там? Я говорю, уже поворачиваю Они говорят, что-то мы не видим Такие сами смеются Я говорю, уже-уже прям тут Такая как шуммахер В общем, приехала А они сейчас как бы посылки нам оставляют Ну, с этим вирусом С всеми делами Домой, в общем Некоторые заносят посылки А некоторые нет Вот это вот Ну, просто он, наверное, не захотел Он весит 50 килограмм Это кресло Оно причем К тому же было разобрано Только вот я, знаете Заказывала цвет вот такой Но пришел вот такой Муж говорит Под стенки и это Но я его всегда все равно накрываю Здесь, в общем, оно поднимается Опускается В общем, все дела Потом делает разные массажи Вот, где пульт Там вот есть такой кармашек Разные массажи Я уже опробовала, видите На спину На все Классно, кстати Массажирует Прям здорово Подогревает Вот здесь вот Подогревает Тоже есть Короче, если я замерзну Ой, так дрыгает Так классно Вот И, в общем Кресло очень мне понравилось Естественно Я его буду Вот этим вот Застилать Это Сто процентов Потому что С другой стороны Я Мне цвет Чем лучше Потому что Будет облизать Когда Не так будет видно Но самое интересное Я говорю А муж говорю А куда мы тут делаем кресло Он говорит Как куда На балконе Это самое его место Я такая Охренеть Ведь и правда Оно тут вписалось Как будто Так и надо Смотрите Я буду садиться Здесь Вот так И пить кофе У меня вот тут Будут цветы мои А я буду пить кофе Наблюдать за моим чучи За погодой И этот меня Ни в покое Не будет оставлять А я буду наслаждаться Вот так вот Видом Небо Голубого Тучки Небольшой Вот И соседом Который вот напротив И моими цветами Я Правда Вот мечтала Знаете Чтобы у меня тут был Какой-нибудь стул Удобный И вот Чтобы столик Какой-нибудь Там читать книжку Или еще что-то И вот Классно же Оно прям Вписалось Идеально Как вы думаете Вот так что Муж уже его И так И всяко Пробовал Я говорю А кровать Он говорит Не надо никакую кровать Я здесь спать буду А я не могу Но я-то хочу кровать Чтобы туда Я даже не кровать хочу Я хочу ящики Чтобы туда все складывать Да В общем Вот такая вот у нас покупка Знаете И мы в общем Я довольна Он еще на колесиках Его хорошо выдвигать То есть там Если уборку делать Там прополисовать Сеть еще что-то В общем Удобное кресло Мне очень понравилось У нас такое кресло Было в той старой квартире Но оно уже такое разваленное Оно уже не поднималось Там массаж не делала В общем Такое было стоподобное Потому что Нам по наследству От сестры досталось Вот И муж даже хотел Его сюда привезти Я говорю Ты че А оно весит там Все 100 килограмм Наверное И говорю Не не надо Нам такого счастья Он ползала занимает А это наоборот Такое аккуратное Вот Аккуратное И много места Не занимает Его вот так Можно потом Задвинуть Потому что Он Говорю еще раз На колесиках И будет И хорошо Мне кажется Вписался В мой натюрморт Пишем в комментариях Как вам Моё новое кресло Моё новое кресло Ну не моё А мужа Мне очень понравилось Я очень довольна Я себе чай заварила Теперь ему тут надо Выбрасывать Картон Всякие Это вот подушку старую Тоже выбрасываю Вот расхламление У меня такое идет На работе Расхламление Дома идет Осень наверное Поэтому Сейчас чай попью Спрошу подруги Чего она там Надмечалась Гулять пойдем У меня сейчас Девочка приходила Краситься Вот А телефон Лежал на зарядке И представляете Я вам разуказывала Теперь могу сесть На свой си Вот это ты поболтать С вами вот так Кайфово Немножко Потому что Кайф заканчивается Через 2 секунды Все В тишине И одной мне побыть Не удается И смотрю СМС Пишет Клиентка одна Привет Оксана Я в Испании В пятницу Заканчивается Мой карантин Могу ли я в субботу К тебе прийти На укладку Женщина приехала Из Канады Она сестра Нашей мэрши Вот я много раз Про нее вам рассказывала Вот она живет В Салабрении Там у нас мэр Ну это понятно Да В каждом городе Есть свой мэр Они живут Недалеко От нашей яблоко ела Недалеко От моей парикмахерской А у этой Мэрши Есть сестра Так как они все Ко мне ходят А рядом живут Вот эта сестра Года 4 уже Ходит Когда приезжает У нее там Знаете какая история Сейчас вам расскажу Какая у нее история Прям мыльная опера Друзья Вот чем Она уехала в Канаду Когда ей было лет 20 Вот Чтобы Ну работать Здесь работы не было Какой-то как раз Кризис был Все такое Она уехала туда На работу Вот И Там она Познакомилась С мужчиной В общем Женились Поженились Все дела Да правильно Укладывайся Чарли поудобнее Рассказ будет Такой интересный Вот Ну Начала свою жизнь Работает она На телевидении Там есть Франц В Канаде Есть очень много Французов Как она мне сказала И телевидение Французское есть И она там Вроде как Переводчик Знаете Испанский Французский Язык Вот И вот Она там Родила Дочь Дочерь уже 20 с лишним лет Она тоже Кстати Дочь ко мне приходила Она развелась С этим мужем Но естественно Живет там А приезжает Каждое лето Сюда На Ну К матери К родственникам Ну и на выходные Ей очень нравится Подводное плавание Она здесь кайфует В общем Отрывается по полной Катушке И вот Года 3 назад Она ко мне приходит Такая открытая женщина Маленькая Такая худенькая Знаете Ей уж лет 50 А ей не дашь Что ей столько Волос Ну такой Испанский Черный Знаете Ну Вернее Черный она его красит Он весь седой У нее там Длинный По пояс По пояс Нет по попу И в общем Приходит И говорит А И она приезжала Раз в год А тут бац Опять приехала Ну пишет Привет Оксана Я в Испании Я говорю А как так Че ты приехала Ты же раз в год приезжала Она Ты представляешь Я нашла здесь Свою любовь В Испании Я думаю Во А как так Она говорит А ты знаешь Кто моя любовь Я говорю Ну Ну и в общем Начала мне свою историю Рассказывать Что в молодости В университете Там в Гранаде Она училась И там у нее был парень Но у них что-то не сложилось Ля-ля-ля-ля И вот Говорит Проходит там Тридцать с лишним лет И я Говорит Представляешь В Гранаде Она тоже туда ездит На обучение Какое-то Или еще что-то Встречая Говорит Этого парня И между нами Вспыхнула опять Любовь Морковь Все дела И вот Говорит У нас любовь И вот Я теперь Разрываюсь На две страны Туда-сюда Вот Не могу бросить Канаду Потому что Там работа Там все Он не может Бросить Тоже здесь работу Он работает Учителем В университете Тоже не может Бросить работу И вот Говорит Мы так ездим Когда я могу Сюда Как только Говорит У нас на работе Там Говорят Ехать в Испанию Я всегда Говорит Первая И она Действительно В прошлом году Раза четыре Приезжала в Испанию Вот Из Канады А говорит И он Ко мне ездит Как только Вот у него Получается Он ко мне Тоже ездит Вот такая Вот у них Любовь Представляете А сейчас С этим карантином Я даже не знаю Вот она придет Ко мне в пятницу В пятницу В субботу У меня там В отцапе Осталось Сообщение Вот Если вы хотите Я Как она Приехала Если вы хотите Я вам расскажу Пишите в комментариях Вот Так что Мне очень Самое Даже интересно Из Канады Как она приехала Как она прилетела Вообще Как это Получилась У нее Возможность Такая Но Она В Канаде Возможно Двойное Гражданство Может быть Она как Резидент Или Я вообще Даже не знаю Как она Приехала Но Две недели Наверное Ей надо было Дома сидеть Мне очень Интересно Она такая Открытая Женщина Все рассказывает Все там Это Прям Про него Она Подглядывать Плохо Но когда Я ее укладываю Она там С ним Знаете Переписывается Там Сосед Дедушка Вышел на балкон Он теперь Будет меня Наблюдать Часто На этом месте Вот И Что я Говорила Ушла Мысля А вот Она Открытая Она все Рассказывает Подглядывать И она Там С ней Переписывается А я Одним Глазом Такая Раз В Телефоне У них Там Такая Жаркая Испанская Любовь Там Я тебя Люблю В общем Все такие Дела Представляете Бывают Через Столько Лет Уехать В другую Страну Потом Найти Свою Любовь На Родине Скажем Так Да Хотя Она Говорит Что Родина У нее Две Родины И Там И Тут Вот Ну И Рассказывает Она Про Жизнь В Канаде Что Там Вот Как Там Че Там Что Там Про Парикмахерские Вот Она Рассказывает Что Говорят Знаете Там В Европе Парикмахерские Не Очень Да Там Ну С Волосами А В Канаде Говорит Вообще Труба Жесть В общем Прям Я Когда Увидела Сообщение От нее Чуть Не Упала Но Я Сидела Вот Такие Вот Такие Вот У нас Истории Бывают Любовные Так Еще Пошла Передеваться И Идем Гулять Я Тут Короче Немного Покайфовала Все Перепробовала Он Еще Подогревается В общем Шикардос Пошла Я Красоту Смывать С вами Буду Прощаться Ставим Лайки Подписываемся Всем Пока Пока До Завтра Субтитры Субтитры